Говорит Черкесск В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях республики. Еще на два года в регионе продлена ведомственная целевая программа развития садоводства. В рамках года педагога и наставника в Карачащей Кейсе будет создан клуб «Наставник-09». Герои Простоквашина научат подрастающие поколения республики бороться с финансовыми мошенниками. И в эти дни в Черкесске проходит чемпионат и первенство Южного и Северокавказка федеральных округов по тайскому боксу. Далее подробности. В общественной палате республики засталось первое заседание Комитета семей воинов отечества. В мероприятии приняли участие первозаместитель, руководитель администрации, главы и правительства Карачащей Кейсе Марат Хубиев, председатель общественной палаты Елена Ляшова, представители профильных министерств и ведомств, руководитель отделения общероссийского общественного движения Комитет семей воинов отечества Аида Аннушко и другие. Марат Хубиев поблагодарил членов отделения за сыновей, мужей, отцов и братьев за каждого бойца, который находится в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции. Он напомнил, что в регионе действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из Карачащей Кейсе, участников специальной военной операции. Эти меры охватывают как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих, вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Марат Хубиев сообщил, что 10 февраля во всех районах республики пройдут благотворительные концерты, цель которых – сбор средств для покупки инвентаря, который поможет повысить эффективность выполнения задачи СВО. Вместе с тем участники мероприятия отметили необходимость эффективного взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по поддержке бойцов и их семей. В Карачащей Кейсе будет создан клуб «Наставник-09» в рамках года педагога и наставника, в который войдут представители всех городов и районов республики. Он создается с целью поддержки педагогов, в том числе молодых педагогов школы, инициирование их профессиональной деятельности через взаимодействие с более опытными коллегами, повышение престижа учительской профессии и содействие профессиональному общению. В рамках работы клуба будет организована методическая поддержка педагогов, запланировано проведение семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов и форумов учительского мастерства. Кроме того, у членов клуба появится возможность использования в педагогической практике, подтвердивших эффективность методик и технологии обучения. В рамках проводимой работы будут также созданы условия для расширения знаний, умений и компетенций, полученных педагогическими работниками в процессе профессионального образования. Предусмотрено сопровождение и поощрение работников системы образования Карачао-Чикесии, распространение эффективного педагогического опыта и содействие профессиональному общению педагогов региона. Ведомственная целевая программа развития садоводства по закладке мини-садов, запущенная еще в 2019 году, продлена еще на два года. За это время оригинальный мини-сельхоз оказал поддержку 11 сельскохозяйственным потребительским и перерабатывающим кооперативам, в составе которых 315 личных подворьев. В прошлом году программа по закладке мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств реализована в трех районах республики – в Сжигутинском, Адыгихабрском и Карачаевском. А в текущем году поддержка на финансовое обеспечение будет оказана трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые будут определены по результатам конкурсного отбора. Специалисты филиала Карачаев-Черкескэнерго на трех подстанциях республики заменили устаревшие устройства релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные терминалы. Все установлено оборудование отечного производства. Новые высокоавтоматизированные устройства позволяют более оперативно передавать информацию о состоянии оборудования подстанции на удаленные диспетчерские пункты через специальные каналы связи. Это в свою очередь помогает за минимальное время определять поврежденные участки энергосистемы, предотвратить развитие нештабных ситуаций и повреждения другого оборудования питающих центров. В частности, оснащены подстанции Узжигута, Горный и Красный Восток. Проведенные работы позволили повысить надежность энергоснабжения около 35 тысяч жителей Узжигутинского, Малокарачавского и Карачавского муниципальных образований, которые получают электроэнергию от этих центров питания. Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения о федеральных региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований трудового законодательства после согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу msp.rf. В случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку. Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующие согласия на госуслугах. Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на МСП РФ. За последние три года Школы искусств Черекеска получили порядка 40 новых музыкальных инструментов. В их числе малый концертный рояль, кларонеты, фортепиано, ксилофон, ударная установка, флейты, аккордеон, тромбоны, кавказские гармоники и саксофоны. Например, семь инструментов и набор духовых инструментов в прошлом году по нацпроекту «Культура» приобрела Школа искусств номер один «Черкеска», где занимаются более 700 детей. В ходе проверки было установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18 лет жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор направил в суд иски о возложении на региональные органы власти обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения. Заявления прокурора судом были рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры. В регионе продолжает работу Федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина», которая позволяет выявить из транспортного потока нарушителей. Она объединила в себе все преимущества всех предыдущих систем фиксации дорожных правонарушений, рассказывает начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД Покрача Чекеси Руслан Бастанов. Данная система внедрена МВД России для оперативного реагирования сотрудников МВД при выявлении разного рода нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения, также совершают какие-то противоправные либо преступные деяния. Данная программа объединила в одно виртуальное пространство все комплексы фото- и видеофиксации, установленные на территории Российской Федерации. В Федеральной службе судебных приставов в России работает голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Полина – это имя цифрового помощника, доступно по номеру 8 800 303 400, круглосуточно и готова ответить на любые вопросы, рассказывает заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов в России по коротчайчике Силариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов СССР, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом-исполнителем. В Республике прошло итоговое собеседование по русскому языку для 5602 девятиклассников из 170 общеобразовательных организаций Карачао-Черкесии. Оно является одними из условий допуска к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Продолжительность итогового собеседования для каждого участника составляла 15-16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья на 30 минут больше. Участникам необходимо было выполнить 4 задания, чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание и участие в диалоге с экзаменатором. В случае получения неудовлетворительного результата участники вправе его пересдать в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки 15 марта и 15 мая. Лучший зимний двор России выберут во время всероссийского конкурса партии «Единая Россия». В нем может принять участие каждый по номинациям «Лучшие зимние мероприятия во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшие зимние оформления двора». Подать заявку нужно до 28 февраля. До 15 марта жюри рассмотрит заявки и выберет победителей. Совместный проект оригинального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карача-Чекесия» предоставляет уникальную возможность жителям республики с полным комфортом обучиться о зам финансовой грамотности. Теперь материалы по финансовой грамотности зазвучали голосами журналистов национальных редакций радио, среди которых члены Союза журналистов и Союза писателей России и республики, а также народные поэты. Аудиолекции о грамотном финансовом поведении, способах защиты от мошенников и многом другом теперь можно прослушать на карачавском, черкесском, абазинском и нагайском. Весь пакет, в том числе и на русском языке, размещен в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карача-Чекесия». Герои «Простоквашина» научат подрастающее поколение карача-чекесии бороться с финансовыми мошенниками. На экраны вышла первая специальная серия мультсериала «Простоквашина», созданная Союзмультфильмом совместно с Центром финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России. В новом сезоне «Простоквашина» зрителей ждет пять специальных серий. Все они будут посвящены финансовой грамотности. Герои научат зрителей основам построения бизнеса, разумному сбережению, а также правилам финансовой безопасности. Напомним, финансовая грамотность стала визальной частью школьных программ, и уже более 86 тысяч педагогов по всей стране прошли специальную подготовку для того, чтобы обучать детей основам финансовой, налоговой и бюджетной политики. 11 февраля на главной сцене Архыза в туристическом поселке «Романтик» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка в горах». Гостей курорта ждет настоящий праздник музыки и спорта. Мероприятие проводит радио «Энерджи Пятигорск». Мы считаем, что Архыз – это лучшее место на Кавказе для таких фестивалей. Нашему сотрудничеству уже 10 лет, и менять место мы не планируем. Сноуборд, лыжи, музыка. Ждем всех гостей курорта в эту субботу, подарим массу энергии и живых эмоций, рассказал главный редактор радио «Энерджи Пятигорск» Константин Новак. С 9 утра и до вечера туристов ждут эксклюзивные сеты от диджеев, конкурсы и призы от спонсоров проекта. В зимнем сезоне гостям Архыза также доступны традиционные развлечения, тюбинга, развлекательный центр, школа керамики, детские площадки, спа и рестораны при отелях. По-прежнему на курорте работают 8 канатных дорог, 27 километров, трасс всех уровней сложности, сопутствующие сервисы, прокаты снаряжения, инструкторская служба, учебный склон, детская школа и ремонт оборудования. Ну и в заключение выпуска новости спорта. В эти дни в Черкесске проходит чемпионат и первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по тайскому боксу. В состязаниях принимают участие более 320 спортсменов из 14 субъектов России. Турнир продлится до 13 февраля. В республиканской столице секция тайского бокса функционирует в спортивной школе номер 5. На нынешних соревнованиях город представляет шестеро ее воспитанников. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 3, плюс 2. Утром на дорогах местами гололедица. В горах места минус 3,8 и сохраняется лавина опасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, плюс 1. И утром на дорогах города гололедица. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин